Артур Хейли Колеса Отныне, с восхода солнца и до наступления темноты, ни единой повозки не разрешено будет въезжать в черту города. Тем же, что въедут в город ночью и еще будут находиться в нем на заре, надлежит разгрузиться и стоять порожняком до указанного выше часа. Советы Юлия Цезаря Сенату, 44-й год до нашей эры. В городе совершенно невозможно спать. Грохот повозок на узких извилистых улицах такой, что мертвый проснется. Сатиры Ювенала, 117-й год нашей эры. Первое. Настроение у президента Дженерал Моторс было преотвратительное. Ночью он плохо спал, электрическое одеяло то включалось, то выключалось, и он без конца просыпался от холода. Сейчас, все еще в пижаме и халате, он разложил инструменты на своей половине двухспальной кровати, стараясь не потревожить спавшую рядом жену, и принялся разбирать регулятор. Он почти сразу обнаружил дефектный контакт, из-за чего ночью и получилась такая петрушка. Ворча по поводу того, как плохо контролируется качество изделий фирмы, производящей электрические одеяла, президент Дженерал Моторс вынул регулятор и направился в подвал, где у него была мастерская, чтобы заняться починкой. Его жена Королли повернулась во сне. Через несколько минут прозвонит будильник, и она, еще не вполне проснувшись, встанет, чтобы приготовить им обоим завтрак. На улице, а жили они в Блумфилд-Хиллз, в 12 милях к северу от Детройта, еще стоял в этот час серый полумрак. У президента Дженерал Моторс, человека обычно уравновешенного, хотя и отличавшегося стремительной легкостью и порывистостью движений, была еще одна причина для раздражения. Эмерсон Вейл. Несколько минут назад, тихонько включив приемник, стоявший у кровати, глава Дженерал Моторс прослушал новости и среди прочих голосов узнал знакомый, пронзительный, ненавистный голос Эмерсона Вейла, этого критикана, возомнившего себя специалистом по автомобильным делам. Вчера на пресс-конференции в Вашингтоне он снова дал очередь по трем своим излюбленным мишеням, компаниям Дженерал Моторс, Форд и Крайслер. И телеграфные агентства, по-видимому, из-за отсутствия других, более важных новостей, широко осветили нападки Вейла. Он обвинял большую тройку автомобильных гигантов в алчности, преступном сговоре и злоупотреблении доверием общественности. Преступный сговор заключался в том, что, по утверждению Вейла, они ничего не предпринимают для замены бензиновых двигателей, иными словами, для создания электрических и паровых двигателей, а это, как считает Вейл, является уже вполне реальным делом. Обвинение было не новым, однако Вейл, человек опытный, умевший воздействовать на публику и на прессу, включил в свое выступление самые последние данные о достижениях науки и техники и таким образом придал ему злободневность. Президент крупнейшей в мире корпорации, доктор инженерных наук, любил делать дома мелкий ремонт, когда позволяло время, и легко починил регулятор электрического одеяла. Затем принял душ, побрился, оделся и вышел в столовую, где его жена Короли уже накрыла стол к завтраку. На обеденном столе лежала Detroit Free Press. Увидев фамилию и огромный снимок Эмерсона Вейла на первой странице, президент Дженерал Моторс со злостью швырнул газету на пол. «Надеюсь, теперь тебе станет легче», заметила Короли, подавая мужу противохолестериновый завтрак. Вареный белок на поджаренном хлебе, помидоры и творог. Жена президента всегда готовила завтрак сама и завтракала с мужем, как бы рано он не уезжал. Сейчас, сев напротив, она подняла с пола газету и принялась читать. «Эмерсон Вейл пишет», — сказала она, «что если нашей технике по плечу космические корабли для полета человека на Луну, а со временем и на Марс, автомобильная промышленность уж наверняка могла бы создать гарантированно прочную и безупречную машину, которая не отравляла бы воздух». Муж ее положил на стол нож и вилку. «Неужели ты не можешь не портить мне завтрак? Я и так почти ничего не ем». «У меня такое впечатление, что тебе его испортил кто-то еще до меня». «Кстати», — продолжала она, «мистер Вейл по поводу загрязнения воздуха цитирует Библию. О, Господи! Да где же в Библии говорится об этом? Об этом говорится в Ветхом Завете, дорогой мой». Это пробудило его любопытство. «Ну-ка, прочти», — буркнул он. «Ты ведь все равно собиралась». «Это из пророка Иеремии», — сказала Короле. «Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. Они вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью». Она налила еще кофе себе и ему. «Не глупо он это придумал процитировать Библию. А никто и не говорит, что этот мерзавец глуп». «Автомобильная и нефтяная промышленность», — продолжала читать Короле, «совместными усилиями тормозят технический прогресс, который уже давно мог бы привести к созданию полноценного автомобиля с электрическим или паровым двигателем». Их резоны весьма просты. «Появление такой машины заморозит огромные капиталы, вложенные ими в автомобиль с отравляющим воздух двигателем внутреннего сгорания». Она опустила газету. «Это хоть в какой-то степени правда?» «Вэл явно считает, что это так на все сто». «А ты этого не считаешь?» «Естественно». «Значит, все-все неправда». «Иной раз в самом возмутительном заявлении бывает доля истины», — раздраженно сказал он. «Потому-то утверждения таких, как Эмерсон Вэйл, и выглядят правдоподобно». «Значит, ты будешь отрицать то, что он сказал?» «По всей вероятности, нет». «Почему же?» «Потому что, если Дженерал Моторс обрушится на Вэйла, нас могут обвинить в том, что этакая махина решила раздавить маленького человека. Если же мы промолчим, нас все равно будут поносить, но, по крайней мере, никто не исказит наших слов». «А не стоит кому-то все-таки ответить на это? Если какой-нибудь шустрый репортер доберется до Генри Форда, то получит ответ», — президент Дженерал Моторс улыбнулся. «Беда лишь в том, что Генри любит сильно выражаться, и газеты всего не напечатают». «Будь я на твоем месте», — сказала Корроли. «Думаю, я что-то сказала бы. То есть, если, конечно, я была бы убеждена в своей правоте». «Спасибо за совет». Президент Дженерал Моторс быстро покончил с завтраком, стараясь больше не попадаться на приманку, брошенную женой. Но этот обмен репликами с Корроли, явно стремившийся раззадорить мужа, благоприятно подействовал на него, помог выпустить пар. Сквозь неприкрытую дверь он услышал на кухне шаги горничной. Значит, его уже ждет на улице шофер с машиной, который заезжал за девушкой по дороге из гаража. Президент поднялся из-за стола и поцеловал жену. А через несколько минут, на часах было начало седьмого, его кадиллак выехал на Телеграф Роуд и помчался в направлении шоссе Лоджа и нового центра Детройта. Стояло холодное октябрьское утро. В хрустком воздухе, в порывах с северо-западного ветра чувствовалось приближение зимы. Детройт, город Моторов, автомобильная столица мира просыпался к жизни. Там же, в Блумфилд-Хиллс, в десяти минутах езды от дома президента Дженерал Моторс, первый вице-президент компании Форд готовился выехать в Детройтский аэропорт. Он уже позавтракал. Экономка принесла ему еду на подносе в его неярко освещенный кабинет, где он с пяти утра читал докладные записки, преимущественно на особой голубой бумаге, которые вице-президенты Форда неизменно пользовались, давая указания, и диктовал на пленку краткие распоряжения. Почти не поднимая глаз от стола, и когда появилась экономка и во время еды, он провернул за час кучу дел, на что у других ушел бы целый день, а то и больше. Большинство принятых им решений касалось строительства новых заводов или расширений уже существующих, и влекло за собой затраты в несколько миллиардов долларов. Дело в том, что в число его обязанностей входили одобрения или отклонения проектов и расстановка их по степени важности. Однажды его спросили, не трудно ли принимать решения, связанные с такими огромными средствами? Он ответил, нет, потому что я всегда мысленно зачеркиваю последние три нуля. Тогда это не труднее, чем принять решение о покупке дома. Столь прагматический мгновенный ответ был типичен для этого человека, взлетевшего с быстротой ракеты по социальной лестнице, от безвестного торговца автомобилями до одного из десятка людей, решающих судьбы автомобильной промышленности. Попутно он, кстати сказать, стал мультимиллионером. Тут, правда, невольно напрашивается вопрос, не должен ли человек расплачиваться за такой успех и такое богатство? Первый вице-президент работал по 12, а иногда и по 14 часов в день, всегда в бешеном темпе и, как правило, 7 дней в неделю. Сегодня, когда многие все еще будут спать, он уже будет лететь в Нью-Йорк на самолете компании и во время полета проведет с подчиненными совещание по сбыту. По прибытии на место он будет председательствовать на встрече представителей компании в различных районах страны, посвященной этому же вопросу. Сразу после этого ему предстоит непростой разговор с 20 торговцами-автомобилями в Нью-Джерси, у которых есть серьезные претензии по части гарантийного ремонта и обслуживания. Затем он будет присутствовать в Манхэттене на обеде, устраиваемом съездом банкиров, и выступит сам с речью. А потом из него будут вытягивать потроха корреспонденты на пресс-конференции. К вечеру тот же самолет компании примчит его назад в Детройт, где он будет принимать посетителей у себя в кабинете и заниматься текущими делами. В какую-то минуту к нему явится парикмахер, и он, не отрываясь от дел, даст себя постричь. За ужином, который будет подан на крыше, этажом выше его кабинета, разгорится жаркая дискуссия с начальниками отделов по поводу новых моделей машин. А потом он заедет в часовню при похоронном бюро Уильяма Р. Хэмилтона отдать последнюю дань коллеге, умершему накануне от коронарной недостаточности вследствие перегрузки. Похоронное бюро Хэмилтона неукоснительно обслуживает верхушку автомобильной иерархии. Тех, кто до конца сознавая свое социальное превосходство, проходит через него на пути к закрытому Вудлоунскому кладбищу, именуемому подчас волгаллой менеджеров. Наконец, вице-президент отправится домой с портфелем, полным бумаг, которые он должен просмотреть к завтрашнему утру. А сейчас, отодвинув поднос завтраком и отложив в сторону бумаги, он встал из-за стола. Вокруг него вдоль стен кабинета выселись полки с книгами. Иной раз, но не сегодня, он с тоской окидывал их взглядом. В свое время, довольно уже давно, он много читал. Причем интересовали его вещи самые разные и вполне мог бы стать ученым, не сложись его жизнь иначе. Но сейчас у него не было времени для книг. Даже ежедневной газете придется подождать, пока он улучит минутку пробежать ее глазами. Он взял газету, которую так и не успел развернуть, и сунул в портфель. Лишь позже он узнает о последних выпадах Эмерсона Вейла и выругается про себя, как и многие другие, кто работает в автомобильной промышленности. В аэропорту, в зале ожидания при ангаре компании «Форд» уже собрались те, кому предстояло сопровождать вице-президента. И он, не теряя времени, сказал «Поехали». Моторы реактивного самолета взревели еще прежде, чем все восемь пассажиров зашли на борт, и они не успели пристегнуть ремни, как самолет уже катил по полю. Только те, кто летает нерейсовыми самолетами, знают, сколько на этом экономится времени. Несмотря на скорость, с какой бежал самолет, все тотчас достали чемоданчики, и еще прежде, чем он вырулил на взлетную полосу, уже раскрыли их у себя на коленях. Вице-президент выступил первым. «Нас не удовлетворяют результаты этого месяца по северо-востоку. Цифры вам известны, как и мне, я хочу знать, почему это происходит, и хочу, чтобы мне сказали, какие приняты меры». Самолет к этому времени уже поднялся в воздух. Солнце наполовину вышло из-за горизонта, тускло-красное, оно разгоралось среди быстро мчавшихся серых облаков. Под набиравшим высоту самолетом в свете раннего утра лежал большой город с его пригородами. Центр Детройта, оазис величиной с квадратную милю, похожей на миниатюрный Манхэттен, и сразу за ним переплетение унылых улиц, зданий, заводов, жилых домов, шоссе, в большинстве заляпанных грязью, огромные авгиевые конюшни, на чистку которых не хватает средств. К западу от центра более чистый, более зеленый Дирборн, приютивший гигантский промышленный комплекс на берегу реки Руш. По контрасту с ним на востоке Гросспойнт, весь в деревьях, в подстриженных газонах, рай богачей. На юге дымный промышленный Уайндотт, а в излучине реки Детройт Белл-Айл, лежащий на воде, словно нагруженная серо-зеленая баржа. На канадской стороне реки прокопченный Уиндзор, не уступающий по уродству худшим из своих американских старших партнеров. При дневном свете видно было, как во всех этих городах и вокруг них мчатся машины. Десятки тысяч машин, и в них словно армия муравьев или пеструшек, в зависимости от того, с какой высоты смотреть. Рабочие дневной смены, клерки, чиновники высших рангов и прочие, которых ждут бесчисленные фабрики и заводы, большие и маленькие, и новый производственный день. В стране начался еще один день выпуска автомобилей, регулируемого и контролируемого из Детройта. И на гигантском рекламном табло фирмы автопокрышек Гудьер у оживленного пересечения двух шоссе Эдзела Форда и Уолтера Крайслера замелькали цифры в пять футов высотой. Счетчик Великан поминутно отмечал, сколько автомобилей выпущено на данный момент в масштабах всей страны. Как только где-нибудь с конвейера сходила готовая машина, на счетчике выскакивала новая цифра. 29 заводов на востоке страны уже приступили к работе. Это их показатели отмечались сейчас на табло. Скоро к ним присоединятся 13 заводов по сборке автомобилей на Среднем Западе и еще шесть в Калифорнии. И счетчик завертится быстрее. Для местных автомобилистов это рекламное табло было то же, что цифры кровяного давления для врача или индекс Доу-Джонса для Маклера. На автостоянках ежедневно заключались пари по итогам производства машин за утреннюю и вечернюю смены. Ближе всего к табло на расстоянии приблизительно мили находились заводы Крайслера в Хэм-Тренке. Там, начиная с шести утра, с конвейера ежечасно сходило свыше ста доджей и плимутов. Было время, когда председатель совета директоров фирмы Крайслер являлся на завод, чтобы лично присутствовать при запуске конвейера и контролировать качество продукции. Однако теперь он это делал редко и в это утро все еще сидел дома, просматривая Уолл-Стрит-Джорнал и потягивая кофе, который принесла ему жена, прежде чем отправиться в город на утреннее заседание Лиги искусств. В ту далекую пору глава фирмы Крайслер его тогда лишь недавно назначили президентом целые дни проводил на заводах, отчасти потому, что захеревшая, утратившая стимул корпорация требовала энергичного руководства, а отчасти потому, что он решил избавиться от ярлыка бухгалтер, который наклеивали на всякого добравшегося до высокого поста через финансы, а не через продажу автомобилей или создание их. Фирма Крайслер под его руководством пережила и взлеты, и падения. Был шестилетний период, когда она полностью завоевала доверие акционеров. Затем зазвенели колокола финансового краха. Затем снова ценой жесткой экономии, огромных усилий и пота напряжение удалось снять. Так что даже нашлись люди, которые утверждали, что компания куда лучше работает в сложные и требующие жесткой экономии времена. Так или иначе, теперь уже никто не считал, что узконосая Пента Стар фирмы Крайслер не сумеет удержаться на орбите. Это было немалое достижение, дававшее возможность председателю совета директоров меньше суетиться, больше думать и читать то, что он хочет. А он читал последние излияния Эмерсона Вейла. Правда, поданное в Уолл-стрит-джорнел менее броско, чем в Детройт-фри-пресс. Но Вейл нагонял на него скуку. Он считал, что идеи Вейла затасканы и неоригинальны, и потому, пробежав глазами статью, стал внимательно изучать спрос и предложения на недвижимость, что для него было куда интереснее. Еще мало кто знал, что за последние несколько лет фирма скупила огромные земельные площади, по сути дела создав настоящую империю, в результате чего компания не только приобретала более многообразный характер, но через два-три десятка лет могла, во всяком случае такая у нее была мечта, превратиться из младшего члена большой тройки в компанию, равную General Motors, а то и более крупную. А пока, и на этот счет председатель совета директоров мог быть абсолютно спокоен, заводы фирмы Chrysler в Хемтренке и в других местах непрерывно продолжали выпуск автомобилей. Словом, большая тройка в это утро, как и во все другие дни, выдавала с конвейера обычный поток машин, а младшая их сестра American Motors со своего завода на севере Висконсина вливала в этот общий поток свой маленький ручеек эмбесседеров, хорнетов, джейвелинов, гремлинов и им подобных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин